Когда самого Петра Первого хватает слуга за руку, и тот говорит, что он понимает, что он не прав. И, таким образом, танки их исчерпнут. Но в данном случае тот Петру Первый был... ...замологичный экстрагент. А вот если мы возьмем, например, действия трехмерной боевой сенсорики, то, во-первых, это творчество, творчество многоякое. Это может быть художественное творчество. Скажем, резьба, скульптура. Вот Агюст Раден, например, Этика Сен-Серн-Унтровер. И вот знаменитые скульптуры, он говорил, я беру, значит, он был мрачным, нелюбимым человеком, но прекрасным скульптуром пока. У него очень много, ну, не знаю, таких скульптур, даже эротического склада. И он говорил, я беру пыглу и отсекаю все лишнее. Эротика – это тоже аксиматика, черные. Да, кстати, эротика, аксиматика – это тоже черные сенсорики. Очень много скульпторов, среди волевых сенсориков, гравюров. И вот забегая вперед, я скажу такой интересный момент. Вот есть среди творческих сенсориков – белое и черное – такое хобби – что-то вырезать или высекать. Так вот, в оленде сенсорики предпочитают металл и камень, а белые сенсорики – дерево. Это в плане тестирования мужиков пригодится. Что если вы сомневаетесь, кто перед вами хозяин или администратор, то есть Горик Игорь Штирт, и у него там такого рода ручные хобби, то почему? Потому что полевая сенсорика – это работа с твердым материалом. А белое сенсорика – это работа с мягким материалом. Лепка, дерево и так далее. И таким образом вот мы видим, значит, работа творческая. Вот у нас на ухтене была Екатерина Галаку, художница. Она очень… Села, священа такая из народа, но ее картины, они поражают вот такой вот очень детальной, детальной подступкой каждого листика, ну, там она рисовала деревья, цветы и так далее. То есть очень тщательно, например, то есть волевая сенсорика, она как творческая функция, она вот в чем высокая тщательность, творческую тщательность, чтобы придумать некий элемент и тщательно его проработать. Майя Брисецкая, тоже, пожалуйста, балерин, всемирно известная. То есть великолепное… это сенсорный интерьер, великолепное владение своим телом, подточенное движение, творчество. по этому аспекту, то есть все восхищались теми, ну, образами, теми фигурами, которые она делала, создавала на сцене, потому что вот этот вектор творчества у нее был очень хорошо развит, она была вникальна. Еще одна балерина известная – Галина Улахова. Логика сенсорный интерьер. Тоже мы имеем, тоже сильнейшее творчество по вот этой волевой сенсорике, потому что… почему волевая сенсорика? Это же балет, это владение собственным телом, каждым мускулом точная-точная честь этого претенгия. И чтобы это все было в каком-то пространстве, конечно же, здесь вот… Но при этом, мы знаем, например, что Галина Улахова, у Ланова, как Галина Логический интерьер, была очень онсеантом, очень нелюбимым человеком. Она очень не любила давать интервью. Вот, если моя сельская, как эти, с чего шла на контакт, то вот Галина Улахова, в общем-то, она была очень неконтактной. Но вот в творчестве франция, она самовыражалась по поводу интеграции. А если уже мы возьмем, перейдем уже к более прозричным вещам, ну, например, Горький, как сотрудник или как одну из тропов, это тропотливый, деятельный человек, который ориентируется на текущую ситуацию. В одной из характеристик написано, он весь погружен в текущий момент. Почему? Потому что вот есть ситуация, ее надо все время отслеживать и все время быть в доме. Мы работали с руководителем из-за тропотелем Газпрома, нет, генеральным реактором Газпрома. Работа только с консервным инструментом. И что такое руководитель? Приходит, приезжает на работу в 9.30, и весь день к нему идут посетители, проходят какие-то совещания. Ну, а посетители это кто? Вот объединение, это 30 предприятий. 30 предприятий. И к нему постоянно приходят ДРК эти предприятия или как-то-то начальники. И вот до 7-8 вечера идут совещания. И он в этом всем участвует, дает какие-то волевые импульсы, то есть принимает административные решения, подписывает бумаги. То есть живет в этой складке. А потом... И он может... Всех отпускает в 8 вечера, в 9 вечера. И еще... И тут он говорит... Ани, а сейчас полярный нож. Значит... И говорит, о, как хорошо. Теперь я могу сосредоточиться и подумать о каких-то делах. То есть... И вот это новое. А на утро считается новое. То есть вот... Вот это вот... Но вот эта гибкость ситуации, когда-то все время реагировать. Реагировать хоть на... Ну, это же, кстати, оменения. Это добыча газа, производства. То есть постоянная административная реакция, дать какое-то указание, значит, применить творческие административные ножи на того или иного сотрудника. Это тоже очень умело получается у Гурикова. Если нужно, переставить людей. Восхитительная фраза. По поводу административного нажима. Мы спросили по поводу административного нажима. Он отвечает. Да какой административный нажим? Порядок просто должен быть. То есть вот это... Момент в общественной функции, что становление порядка, в том числе и по любому, в том числе и проявление административного нажима, не рассматривается как какое-то усилие. Это естественная... Ну, такая естественная деятельность. Естественное поддержание порядка. Да. То есть... Второй функции. Мы не испытываем больших напряжений, когда мы действуем. То есть это для субъекта воздействие восприникает как... На него там нажали, приемили административный нажим. Нет. А для... В данном случае это из-за этого просто элемент действия. А как иначе? Да? Как мы дышим, так он и действует. То есть совершенно естественно. Вот это очень важный момент, что мы действуем в какой-то ситуации совершенно естественно. Для нас это не представляет никаких сложностей. По первой функции у нас могут возникнуть сложности по вектору глобальности, что мы, может, и хотим бы не действовать, но вынуждены это делать, потому что мы вовлечены в этот процесс. Например, тот же глибой сенсорик, да? Он, может, и не хотел бы оказывать воздействие, давление, ввязываться в войну. Но ситуация такова, глобальная, глобальная, как иначе такова, что он не может от этого строиться. А по второй функции, вот этой глобальности, помогающей обязательности, идет вверх, что у них действует по наты тела, по наты картинки, на то, что он включен вот в этот процесс, он в нем совершенно органично. Да, и в этом он находится большое творчество. Например, мы с этим, не сталкиваемся, а мы с ним, встречаем его. Он занимается составлением различных инструкций, поскольку он учился. И он говорит, боже, так это же так здорово. Я создаю новые инструкции, я их провожу в жизни и так далее. То есть, для него это такое, я их оформляю, для него это творчество, реальное творчество, потому что он видит, что эти инструкции как-то воплощаются. Как это происходит, кстати, и это хороший тестирующий признак для хранителей драйзеров. Женщины по типу очень любят наводить порядок. И у себя на рабочем месте, и на итрома, и... Но поскольку сенсорика творческая, я точно не на сети говорю, они несколько раз в год любят делать перестановки. Или, по крайней мере, обновление интерьера. То есть, там, ну, программа минимум, сменит занавески, покрывала. Программа максимум, перебилки, шкаф, камин, ну, по возможности, да, и так далее. То есть, причем доходит это, конечно, когда приходит женщина, там, ну, вот, драйзера или хранителя, уже за 60. И когда ты понимаешь, что она драйза, спрашивают, что ж, а вы мне где-то тебе переставили? И вот человек, который, а, этот тип, этот тип очень не любит перестироваться. Кстати, вот, если вы заботитесь, что это женщина драйза, обратите внимание, как бы, ситуация перестирования в красные пятна вступает на груди, на шее, от волки и напряжение. Это вот очень характерно для душного типа. А особенно, ну, если речь идет, там, связанная с работой. Мужчина просто отказываетесь. Это связано с утруцией возможностей, наоборот, что вы бери. Ладно. Вот драйза, когда спрашиваешь женщину, а вы мне где-то медики представляете? Боже, вот эти...